Друзья, всем привет! Хочу сегодня вам показать очень редкий участок, который еще можно приобрести в Сочи. Редкий он, потому что находится в районе улицы Яна Фабрициуса. Я стою в верхней части участка, где, в принципе, можно сделать один из заездов. Участок большой, он почти 10 соток, поэтому при желании можно его свободно разделить на два участка. Вид разрешенного использования здесь, друзья, садоводство, поэтому делится вообще легко и непринужденно. Со второго этажа, наверное, вот там будет чуть-чуть вид на море. А остальной вид вы видите, как говорится, перед своими глазами. Участок имеет небольшой по сочинским меркам уклон. Вот, к сожалению, он чуть-чуть подзарос уже. Но вот, собственно, вот это вот большой участок. Вот там вот дорога бетонная, она идет, вот здесь по краю. И вот примерно до синей ботки. Там уже начинается следующий участок, где вы, как видите, уже строят достаточно приличный дом. Место вообще, это считается местом элитной застройки. Именно эта сторона. Потому что, если брать, допустим, ту сторону Яна Фабрициуса, она более теневая, там меньше света. И там, скажем так, более дешевое строительство. Это видно даже вот, вот, посмотреть. Домики там остались весьма некоторые убогие. Ну и, в принципе, там как-то вот не очень. Вот, эта сторона всегда ценилась. Если ехать вот сюда, как раз со стороны улицы Метелева, вон там дома видны, то тут в основном дома 40 плюс миллионов уже остались. И в чем прелесть данного конкретного участка, то что, ну вот, таких больше нету. Тут просто ничего больше не продается. Есть, конечно, определенный минус. Есть определенный шум, вот, идет с дороги. Я думаю, вы его слышите у себя в динамиках. К сожалению, ну, это минусы центра. Когда вы находитесь рядом с достаточно большими дорогами. Вот, что еще можно сказать по этому участку. Тут центральная вода, центральное электричество. Есть центральный газ. Насчет канализации. Есть у меня градплан на руках, но что-то я не помню, чтобы она там была. Ну, вот, например, вот свежий хай-тек стоит. Это я к вопросу о застройке. Тут, в принципе, очень приличный дом вот этот. Ну, по рынку, да, он будет больше 40 миллионов стоить. Хотя, вроде как, будто это даже какой-то каркасник. Относительно свежий. А может быть, не каркасник. Просто выглядит так. Так, сейчас я покажу. Вот в нижней части он поровнее. Наверху есть небольшой уклон. Ну, в принципе, очень хороший участок по рельефу. То есть, естественно, опорочки надо делать, но не столь критичные, друзья. Нормальный участок. Вообще, вообще очень даже хороший. Да, вот у соседей опорная стена. Вот там как раз по низу идет. И здесь, по идее, по логике бы ее продолжить. Ну, вот. Между той точкой, где я стоял и стою сейчас, ну, где-то, наверное, метра два с половиной. Поэтому, да, если делить, допустим, на два объекта, опорочку, конечно, друзья, делать нужно. А вот эта нижняя часть вообще отличная. Немножко поработать трактором, и все будет хорошо. Ну, собственно, вот такой участок. С дрона не вижу его смысла в данный момент снимать, потому что, по большому счету, вроде все показал. Вид тут лучше от того, что я сниму, не станет. Поэтому, друзья, цену на этот участок в данный момент снизили аж на 9 миллионов. Это больше 30% от первоначальной. Поэтому, если вам нужен участок, или вы хотите с другом, возможно, приобрести участок близко к центру, тут есть все, тут есть магазины, тут есть развязки, тут недалеко до моря, тут рядом несколько школ, детские сады. В общем, все, что нужно, тут присутствует. Вот. Звоните, в принципе, в средний бюджет покупки, если ориентироваться на два дома, этот участок уже входит. В данный момент цена за него 20 миллионов. Всего 20 миллионов. Это, соответственно, июнь 2022 года. В принципе, друзья, все показал, все рассказал. Звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если кому нужны документы, все они у меня в наличии, я вам обязательно вышлю. Все. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok